Jetson Guns стал не только редкой игрой в жанре шмапа, за пределами страны Мотры и Годзиллы, но и редчайшим скроллером из Восточной Европы, если быть точным, из Чехии. Именно там и находится студия Rake in Grass. В 2004 году игра была принята на ура почти всеми, а в нашей стране даже издана на физическом носителе. Rake in Grass делают небольшие скачиваемые игры, аркады, пазлы, небольшие RPG-стратеги. В них нет технологичной графики и больших бюджетов, но в них есть душа. Да, та самая. Или авторский подход. Называйте как хотите. Перед Jetson Guns они успели выпустить всего одну игру. Арканоид про пердящего тролля, который своими могучими ветрами сдувал защитников из замков. Хорошая авторская игра. Однако именно в 2004 году они явно попали в яблочко. Казалось бы, по всем законам рынка, после успеха нужно было начинать клепать второй том, но что-то пошло не так. Проект был то ли жив, то ли мёрз в долгие годы, пока наконец его не вывели в ранний доступ на стиме, где он потушился ещё пару лет. И вот в 2020 году мы можем лицезреть продолжение лучшего скролл-шутера середины нулевых. Здесь нужно сделать оговорку для педантов, которые скажут, что также выходила и голд-версия с 20 дополнительным уровнем в 2007 году. Вот. Можно продолжать. А, ещё одно. Эту игру нам подарила Шмап Радио, онлайн-радиостанция, где транслируется музыка из многочисленных игр жанра скроллеров. Здесь обширнейший плейлист от классики 80-х и до современности, без дискриминации по платформам. На данный момент 806 разных саундтреков. На сайте Шмап Радио есть и тексты, и материалы по теме шут-емапов, переводы статей, интервью создателями музыки из игр. Последнее касается истории создания игры Radiant Silvergun. Так что если вам нравится музыка из игр, или сам жанр шут-емапов, то настраивайте свои антенны на волны Шмап Радио. Ссылки на сайт в описании к видео. Впервые прикоснувшись к Jetson Guns 2, я был шокирован. Ведь это почти то же самое, что было 15 лет назад. Как? Как им удалось оставить почти всё на своих местах, не меняя порядка вещей, когда другие ходят под ботоксом и в подростковых штанишках? Я не знал, чего ожидать запускать Jetson Guns 2, но я никак не ожидал увидеть полноценный сиквел к той самой игре. Или за 15 лет моё зрение притупилось, и я уже не вижу разницы. Но сначала, всё-таки надо сказать, почему игра 2004 года мне, и не только мне, так памятна. Во-первых, конечно же, потому что это фирменный стиль Rake and Grass. Местами не очень серьёзный и даже подглуповатый, пародирующий сам жанр и какие-то связанные понятия. Но это коротко и ярко, и в таком жанре юмора и иронии это редкость. Стоит только вспомнить десятки, если не сотни догматических японских скроллеров, где следование канонам важнее, чем жизнь. Во-вторых, это, конечно, боярский подход к дизайну. У нас есть кампания, сюжетные линии и весьма продолжительная. Есть даже комиксы между уровнями, есть возможность улучшения и оружия, и самого корабля, и покупки отдельных узлов и гаджетов. И этапы даже в какой-то степени разные, включая даже гонки на время и полёты на ракетном ранце. И бонусный отстрел спамеров. В-третьих, это саундтрек от шведской метал-группы Машина Супримаси. Он просто заслуживает прослушивания. Точка. В-четвёртых, это, конечно же, внимание к мелочам. На картах ходят роботы, горят вывески, летают корабли всех типов, а если они разбиваются, то из них выпрыгивают маленькие человечки и пытаются на парашютах спастись. Здесь нет крутого параллакс-скроллинга или 3D-эффектов, игра использует спрайты, но картинка богата на объекты, и почти все из них можно разнести. Даже в крохотный туалет типа сортир можно закинуть снаряд и оставить свою отметину. Ну и в последних, это, конечно, что игра соответствовала своему названию. При нажатии на гашетку кораблик изрыгает боеприпасы всех мастеросветок, ты в наглую сбрасываешь бомбу прямо на космическую боржу, и она со свистом летит вниз, взрывая какой-нибудь завод с химическим оружием. И всех плющих у нас человечков смывает волна токсичных химикалий. Ах, подождите, я вытру слёзы. А, да. Это не говоря о том, что на ПК жанр практически вымер к тому моменту. Остались либо скучные, безликие шервер проекты, либо несвежие консольные порты, либо вот такие вот редкие авторские проекты, тем более, что игру сделали трое человек, не считая музыки. Хотя, прошу прощения, такой проект был только один. Вот это и дело Джессон Ганс удачной и даже культовой игрой. Сочетание лютого экшена, необходимых скиллов, апгрейдов корабля и абсурдного и неуместного юмора. Что с этим всем стало во второй части? Я не знал, чего ожидать запускает Джессон Ганс 2, но уже с меню нас встречает чёткая метал-тема, где больше выверенных нот и меньше грязи перегруза. Я подумал, что авторы нашли достойную замену команде Машину Супримаси, которые записали бомбический саундтрек для оригинала. Оказывается, это они и есть. Видимо, как-то удалось уломать. Игра, которая открывается таким треком, полным гитарного героизма, просто не имеет права быть дном. Звуковая дорожка имеет длину альбома, 51 минуту, при этом в ней 20 композиций. Можно посчитать, что средний метраж не более двух с половиной минут. Но многие темы качественные, ребята постарались записать что-то вариативное и даже сделать ремикс на трек 15-летней давности. Машины Супримаси имеют интересное происхождение, они начинали как группа, которая делает пауэр-метал-обработки из классических игр, просто поищите Сидологи. Причём для аутентичности у них был синтезатор на базе чипа Сид, который стоял на компьютере Commodore 64. С тех пор у них вышло немало более традиционных альбомов с вокалом, но было также несколько саундтреков для игр с тем самым звучанием. Я думаю, что дорожка Jetson Guns 2 займёт достойное место в их дискографии. Вот, ну и игра идёт два часа на нормальном уровне сложности. Противники, пейзажи и даже пули пролетают слишком быстро. Уровни проносятся с бешеной скоростью. Сетчатка остаётся в недоумении и плохо всё фиксирует. Я знал, что Jetson Guns находится в раннем доступе и не хотел портить себе впечатление, запуская неполную версию. А в итоге финальный релиз игры оказался каким-то неполным по ощущениям. Или возможно это из заметно пониженной сложности. Ведь даже на средней отметке оригинал 2004-го мог задать жару и неправильный выбор апгрейдов или недостаток денег могли сделать прохождение очень трудным. Здесь сложность явно пошла вниз, или по крайней мере создатели переосмыслили название плашек. Что с одной стороны неплохо, потому что оригинал был жёсток и непроститлен к начинающим, и даже прохождение на изи могло потребовать усилий. Здесь же на нормале игра пролетается как по маслу, за редкими моментами. Даже на харде всё ещё не так сложно, как в первой части. Единственное, на кого может потребоваться чуть больше времени и шлифования своих рефлексов, это боссы. Это отдельная песня, если вам нравится воевать с циклопическими конструктами, то в Jetson Guns'у по адресу. Больше всего мне запомнилась планета гигантов, где главный гигант настолько гигантский, что мы видим только его сапоги, шагающие по экрану и пытающиеся нас раздавить. И потом гигантскую голову. Или взбесившийся пивзавод, который то закидывает нас пустой тарой, то бомбардирует пенным напитком. Мне не понравилось то, что боссы используют весьма прямолинейные атаки и довольно очевидно, как себя нужно вести с ними с первого раза. Ну, или со второго. Но повторюсь, что это часто оригинальные образы, которые что-то пародируют и которых в типовые шутимапы не завозят. И в качестве типичного юмора Rake and Grass здесь есть пиво. Один из предметов, который можно найти в контейнерах, плавающих на этапах. Его можно сбыть, но можно и выпить. И тогда, при следующем вылете, экран начнет корежить, а из рубки станут слышны непристойные звуки, которые многие связывают с последствиями алкогольного опьянения. Ну и стоит почитать короткие описания и иллюстрации ко всем видам оружия, которые здесь, как и в оригинале, пародируют разные магазины на диване и прочий маркетинг. Они зря убрали заставки в виде комиксов и сделали шрифт брифингов мелким. В итоге даже не успеваешь проникнуться бредовой атмосферой. Уровни стали поинтереснее, с менее оляповатыми фонами и спрайтами, эффектами и повышенной четкостью. И космос, и астероидные поля, заливные луга и водные глади, и даже планета, разрываемая на части черной дырой. И самое главное, на каждом уровне разрушаемое окружение, где никто не в безопасности. Даже если снести плитку нельзя, то можно сколоть или поцарапать. Вот такого шутимапа я ждал. Здесь масса видов оружия. После каждого этапа на голову сваливается что-то новое. Многие типы стволов перекочевали с первой части, но есть и свежие варианты. Я даже не буду здесь перечислять доступные. Их слишком много. Смотрите, видите. Кажется, есть всё, начиная с банальных пулемётов и ракет, и заканчивая бомбами, стреляющими лазером при взрыве, и какими-то психотронными установками, сводящими с ума не только врагов, но и пилота. И каждый из них можно улучшать. Фантазия автора в этой части бьёт через край, хоть бутилируй её и продавай. Новой механикой стали модификаторы для пушек, вроде повышения скорострельности, уменьшения нагрева или возможности сбивать чужие снаряды, как руны в Дьявле. На корабле появился слот для неоружейных систем, барьерные щиты, выбросы энергии, уменьшение корабля и более экзотические варианты. А можно просто поставить броню и охлаждение по максимуму. При этом Рейкенграсс убрали возможность менять сами корабли. Теперь один вариант со всеми доступными слотами сопровождает нас от начала до конца. Правда, внешний вид можно поменять и без DLC и SMS. Можно менять и угол стрельбы, менять наборы местами, ну масса всего. Кстати, в первой игре можно было находить ящики с паролями, и чтобы их вскрыть, надо было поиграть в мини-игру с подбором этого самого кода. А здесь она была заменена на змейку, непростительную. Если удав кусает стену, то всё содержимое контейнера вы уже не увидите. Тут даже есть повторение одного из самых нелюбимых моментов из оригинала. Это гоночная миссия. Да, и такое бывает. Нужно было пролетать через парящие в воздухе ворота, не пропуская ни одно из них. Скорость со временем увеличивалась, а расположение менялось, и столкновение со штангой каралось потерей здоровья. Теперь версия 2.0 предстала на суд игроков. Я могу сказать, что она стала менее зверской и более простительной. И выглядит больше как оммаж или ремикс оригиналу. Так стоит ли смотреть на вторую часть, или лучше посмотреть на оригинал, если вы не видели? Выглядит это так, как будто кто-то протянул руку сквозь прошедшие года и достал оттуда эссенцию былого успеха. По моему личному хронометру всё завершается слишком быстро. Если бы его оттянуть хотя бы на пару-тройку миссий. А тут всё есть. Яркие локации, детальности, юморы, пародии, саундтрек от машины и пушки со звездолётами. Но более ёмко и с несколько сместившимся фокусом осветительного прожектора. Но я не буду жаловаться. Сиквел к инди-хиту из эпохи, когда не было цифровых магазинов, получился удачным. Но не в программе полного метра. Вопрос лишь в том, как было потрачено время на его создание. Впрочем, оставим его для разработчиков. Ну, а с вами был Виржил. И я попрошу вас проявить максимально бурную активность под этим видео, чтобы его стало легче найти остальным. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!